Привет, друзья! Около месяца назад компания BMW представила свой экстраординарный и необычный проект заряженного спортивного кроссовера, объединяющего в себе премиальные люксовые нотки и достаточно неплохую отделку салона с довольно-таки мощным гибридным силовым агрегатом. Речь идет об очень спорном BMW XM, который навел немало шороху среди фанатов бренда. И речь здесь идет не о новой концепции дизайна, которая не всем понравилась, а о позиционировании данного продукта. В BMW снова перемудрили и создали модель в себе, которая находится на грани нескольких различных классов. Так что XM очень тяжело с конкурентами, ведь непонятно с кем этот продукт конкурирует на равных и для кого он вообще создавался. BMW видимо осознали, что немного перегнули палку в этом вопросе и решили в большом интервью одному из немецких автомобильных изданий буквально разжевать всем желающим, для кого же создавался этот бегемот. Оказывается, новинка не рассчитана на актуальных фанатов BMW, и она вряд ли их заинтересует. Если человек уже владеет каким-то продуктом компании, он вряд ли захочет отдавать достаточно большую сумму денег за еще один BMW X5 в более дорогой обертке и с достаточно тяжелой гибридной силовой установкой. Так для чего же создавался такой продукт? Оказывается, он рассчитан на тех клиентов, которые еще не примкнули к фанатам компании, и рассчитан на актуальных владельцев Mercedes G-Class и, как это странно не звучало бы, Lamborghini Urus. Звучит парадоксально. Оказывается, в BMW считают, что XM прекрасно в себе сочетает качество итальянского БК и немецкого холодильника, и на равных может заменить как один, так и другой продукт. Признаться, это очень смелое заявление. И мне что-то кажется, оно не соответствует действительности. Я не представляю, каким образом XM может перетянуть к себе часть клиентской базы, ориентированной на покупку Lamborghini Urus. Конечно, не будем забегать вперед, и, возможно, еще непредставленная модификация Red Label окажется намного быстрее, чем базовая версия, и действительно сможет на равных конкурировать с итальянским кроссовером. Но я очень скептично отношусь к такому сценарию. Учитывая вес новинки, ей не хватит даже 750 сил, чтобы сравниться с тем же Urus. С геликом ситуация немного иная. Он не такой быстрый, от него не требуется такая динамика, и он больше ориентирован на имиджевую составляющую. Ему на руку играет его неизменный классический угловатый дизайн, который подкреплен очень богатой историей, которой у BMW XM, к сожалению, нет. Кроссоверу BMW нечего на данном этапе предложить чего-то такого, за что бы покупателю захотелось бы купить его вместо очень узнаваемого Гелендвагена, на котором вас воспринимают совершенно иначе, и здесь уже играет большую роль восприятия общества. Гелендваген давно уже заработал себе авторитет в этом обществе, а вот у XM все впереди. Но с чем черт не шутит, может BMW действительно смогут переманить часть клиентской базы того же Гелика и создать свой продукт вне времени, который не будет терять своей актуальности от поколения к поколению. Главное, чтобы продукт не постигла та же участь, что и гореносную шестую серию. Друзья, а как вы считаете, может ли BMW XM конкурировать на равных с Геликом? Как всегда оставляйте свои отзывы под этим видео. Что ж, друзья, а у меня на сегодня еще не все, так что подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые ролики, а также не забывайте о странице в инстаграме, доступной по ссылке в описании. Всем удачи и до встречи! Субтитры сделал DimaTorzok